МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я не жалею о том, что я стала учительницей. Вот 55 лет я за столом, за учительским простояла. Я ни разу не пожалела, что я стала учителем. Заслуженная учитель Российской Федерации родилась в городе Венев, Тульской области. После Ярославского пединститута по распределению была направлена в Заозерскую школу Угличского района. Ее называют особенным учителем и уникальной женщиной. Несмотря на почтенный возраст, недавно отметила 90-летний юбилей, Мария Константиновна не расстается с учениками и продолжает трудиться. Столбик с двумя накидами, как будем вязать? Два накида, крючок в рабочую петлю, вытягиваем нить. Сначала провязываем с рабочей нитью первый накид, потом второй и две вместе петли. То есть все время полный. Педагог с полувековым стажем разъясняет, что такое столбики и накиды. Все ученицы прилежные, двойки ставить не приходится. Вот столбик без накида куда втыкается? В какую? Через петлю или как? Уже двойки ставить пора. Нет, двойки. Не будете двойки? Двойки они ставят, разве только единицы. Самое трудное, что нельзя так крючок держать, его нужно держать вот именно так, как мы держим ручки. Это была война, еще так. Понятно. А теперь все вяжут так, как надо. Уровница. Это у меня третья группа. Ну, наверное, это вот вы вязали. Нет, это я вязала. Это Оля вязала. Идея вести кружок рукоделия помогла отвлечься от семейных проблем. Дети давно выросли и разъехались, а после смерти мужа оставаться дома одной было невозможно. Чем-то себя занять надо было, отвлечься от этих черных мыслей. И тут матушка как раз и сказала, вот умею держать крючок. Вот так. Покажите, помогите. Ну, давайте. Приходили женщины разных возрастов и с разными желаниями. Были и медики, были и учителя, были и работники дома культуры. И просто все желающие. У меня дочка стала ходить к Марии Константиновне в трапезную на кружок, вязать крючком. Вот она вязала, как училась вязать. И уже, как свои азы, она стала игрушки вязать, носочки стала вязать, жилеточка вот она связала. И меня пригласили вот сюда. И я решила, как по стопам дочери. Продолжить разговор Мария Константиновна предложила в домашней обстановке. Первым делом показала юбилейную газету, сделанную своими руками. Здесь самые важные люди и события, насыщенные и счастливой жизнью. Когда я была еще совсем-совсем малюсенькая, год три месяца, а это я уже здесь взрослая. Теперь год три месяца моей сестре, а это я, а это наша семья, это мама и детки. А это я с любимым братом, он на 7 лет меня моложе. Это первый курс института. Это мои друзья 1 мая, 56-го года. Это моя любимая подружка. Это мы с мужем где-то тут встретились. А это мой первый сын, старший. А это второй сын. И тут работа, и тут работа. А тут перекур. А тут перекур, да. А это вот моя внучка, уже теперешняя. Я вот эти фотографии поставила для того, чтобы и вспомнить, как это было хорошо. И надпись. Я уже, конечно, не Бутон, но пока еще ого-го. Долгих и мучительных раздумий по поводу профессии не было. Мария Орехова из династии педагогов и уже в седьмом классе знала, что будет работать в школе, как ее мама, бабушка и дедушка. Также учителями были муж и сестра. Позже педагогом стал один из сыновей. Сколько я живу, столько я и знаю Марии Константиновны. Она, во-первых, моя учительница. С пятого класса она преподавала у нас английский язык. И у нас разговоры о школе, о кружке, в общем, о семье, как живут наши дети. В общем, она всем интересуется. Она очень благородный человек. Она ласковая, она очень интеллигентная. Она никогда ни про кого плохо не скажет, ни слова. Даже бывает, вот что-то в сердцах скажешь, и она скажет, ну да, и все. Никогда не обсуждает, никогда никакого зла никому нет. В биографии Марии Константиновны множество страниц. Холодное и голодное военное детство у всех было трудным, но у каждого по-своему. Когда началась война Марии Ореховой, тогда Ковалевой было 9 лет. Из шкатулки своей памяти она достала самое запомнившееся. Была в оккупации. Я вспоминаю это время всегда, как-то, не знаю, даже со страхом. Мама нам всегда запрещала выходить гулять. Тут машины стояли немецкие, тут немцы гуляли. А жили мы в подвале. В доме жили немцы, а мы жили в подвале. Открываю дверь, и я вот сейчас вижу эту картинку. Я остолбенела. Под ногами снег красный, небо красное, снег на крыше, который стоял против сарая, красный. Тут уже мне было не до гулянки. Я настолько испугалась, кувырнулась назад и только позднее узнала, что когда немцы уходили, все, что можно было зажечь, они все же зажигали. Мария много помогала маме. Натаскать воды, полить огород, сходить за хлебом. Большинство забот ложилось на плечи старшей среди детей. Считает, что именно военные годы научили постоянно трудиться. Вот и сейчас, когда давно не девять, а десять раз по девять. И когда нет нужды работать, руки сами ищут, чем бы заняться. Вот в другой раз проснусь, ой, то ли сегодня почитать, то ли чего. Нет, вот это, это нитки вот эти. Это уже модное, современное что-то вы осваиваете. Да, вот это тоже вот подарили. Говорю, раз подарили, надо начать. Вот начала вязать шар. Устана вязать. Начинаю читать. Читаю много. Я не умею жить без дела. Мне не надо делать. Села, книжку взяла, крючок взяла. Нет, надо идти туда, надо вот это. Сейчас почему я сижу? А вы, а вы нас не поучите, а вы нам не поможете. А я не умею отказать. Дом Марии Константиновны, как и вся ее жизнь, наполнен искренностью и гармонией. В каждом углу предметы, сделанные своими руками. Вязаные кресла, уютные игрушки и милые вещицы, бережно сохраненные с советских времен. Как отражение эталонов семейных ценностей. Я люблю такие вот вещи вязать. Кукол и животные, и Дедов Морозов. Я всегда помнила одно. Какая бы черная туча ни была, за ней обязательно красное солнышко есть. И второе, если общаться с людьми, то с теми людьми, которые мне нравятся, которые меня понимают, с которыми я нахожу общий язык. Несмотря на возраст, Мария Константиновна сильна и духом, и телом. Хвастается маникюром и признается, что особого секрета долголетия нет. Нужно просто любить жизнь и заниматься любимым делом. Когда готовилась к юбилею, всем дала наказы и записала пожелания. Сказала, ребята, мне никакого юбилея устраивать не надо. Мама, ты что? И второе, не вздумайте мне дарить каких-нибудь подарков. Никаких подарков. Мама, как же так? А очень просто. А почему? А потому что замучаетесь вытаскивать все то, что у меня есть без вас битком. Один шкаф битком, другой шкаф. Все в хорошем виде. Вот так. Мы разгадали загадку долгожительства. Любимая песня у Марии Константиновны «Я люблю тебя с жизнью». С таким девизом, конечно, она любит жизнь. Пусть слезинки, но от счастья мне сопутствуют всегда. Чтобы в жизни улыбались мои старые глаза. Чтобы счастье и здоровье были спутником всегда. Вот такого я себе пожелала. Ах, как годы летят, мы грустим, седину замечая. Жизнь, ты помнишь, солдат, что погибли тебя защищая? Так лекунь и вершинь в трубных звуках весеннего гимна. Я люблю тебя, жизнь, и надеюсь, что это взаимно. Субтитры создавал DimaTorzok